Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу. Что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Ну что, начинается программа «Встретились, поговорили». Наша любимая программа в студии Олег Пека. И наш сегодняшний гость Роман Романович Качанов. Кинорежиссер, сценарист. И как киноактер, и как продюсер себя пробовал. Ну и я думаю, что достаточно назвать ДМБ и Данхаус, чтобы все сразу ахнули, кто к нам наконец-то пришел. «Неваляшка», «Генобетон». Там можно долго-долго перечислять. Сейчас мы пройдемся, как говорится, по этапам большого пути. Вообще вот по истории тех фильмов, тех людей, с которыми пересекался вот наш сегодняшний гость. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Олег. Вот это хорошо, что меня представили, потому что меня не так хорошо знают. Я все-таки как спикер не очень работал. Я больше работал как раз по киносъемкам, по сценариям и по всему остальному. Ну да, были некоторые этапы творческого пути пройдены. Надеюсь, еще какие-то впереди. Я вот обратил внимание на очень интересный момент, что вам удавалось находить общий язык, как со своими сверстниками. О сверстниках, ну там вот сейчас мы тоже подойдем к этому. Иван Ахлобыстин, Федор Бондарчук, Рената Литвинов. Это все сокурсники. Так и с людьми, казалось бы, совершенно другой возрастной категории, как Кир Булычев, Владимир Шаинский и тот же самый, господи, Йозес Будрайтис, который снимался у вас неоднократно на фильмах. Да, и третья возрастная категория, получается, Будрайтис, Ступка, Богдан, Людмила Гурченко. Да, таким образом, удавалось вам, я понимаю, что в молодость прийти к Минахему Голому и получить, я не знаю, хоть не денег, но тем не менее возможность снимать его декорации. Минахему Голому такой был удающийся продюсер американский. А как удавалось? Знаете, я за всю жизнь с актерами вообще не ссорился ни разу на площадке. У меня не было выяснения никаких отношений. Я не беру там вот каких-то там, которых, ну, которые приходили там, ну, такая как бы массовка говорящая, хотя я с ними тоже не ссорился. Но там просто какие-то были люди, иной раз был, ну, какой-то человек мелькнет, который какой-то совсем не из моей, как говорится, истории. Я же сам себе подбирал актеров. И актеры вот эти вот Ступка, Гурченко, Будрайтис, Виторган еще у меня снимался. Да, Виторган, да. Кстати, здесь в Риге снимался очень давно, это было 31 год назад. Вот. Ну, они же настоящие актеры, они же знают, как себя вести надо, как не надо. А у меня случайно получалось тоже правильно себя вести. Вот. Ну, как в этом время удавалось говорить, ну, я не знаю, вот стать литературным... Ну, я понимаю, как стать хорошо литературным... Папа секретарем... У Киры Булычова, у вас папа, ты о тайну третьей планеты снимал. То есть это... Я просто хочу сказать, что здесь вот еще, если копнуть глубже, синдром тоже великого родителя. То есть я понимаю, что автор, создатель мультика «Чебурашки» — это же как в детском сознании, ну, как... Вот вы были сыном Юрия Гагарина практически, вот, ну, человек на... Ваш отец практически сформировал мое поколение. Мы с вами абсолютные ровесники, родились в одно время. Папа сделал «Чебурашку» — это я на третьей планеты, да, это варежку. Ну, он-то не был, конечно, Юрием Гагарином, мы очень скромно жили, вот. И тогда все скромно жили, он не все время работал. Это потом выяснилось, что он сделал половину советской мультипликации, причем лучше половину. Вот. А потом, понимаете, а мультипликаторы, то, что сейчас называется аниматоры, они художники в анамнезе, да? Вот, то есть они все очень хорошо рисуют. Вот, ну, вот была легенда, что папа, значит, с меня сделал «Чебурашку». Ну, когда я только родился, значит, он, соответственно, был младенцем, и он с меня вот нарисовал. Не потому что у меня уши были большие, но само ощущение. Вот, от такого совсем маленького ребенка. Ну, все аниматоры в анамнезе художники. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток, они такие вот, как бы худ художники. А я вообще рисовать не умел никогда. Поэтому, вот, собственно, аниматором-то я и не стал. Вот. Когда мне говорят, ты вот тоже продолжил. Ну, я не то, что продолжил. Потому что, конечно, анимация – это совсем другая история, чем игровое кино. И по отношениям, и по подходам, и по всему. Даже, скажем так, иной раз диаметрально противоположное. Вот. Что касается конкретно Балучева, там была история простая. Я ушел, не подумав, в школу рабочей молодежи, потому что там свободней было, там меньше было идеологии. И были свободные дни. Вот. И советские времена были, меня прижали и сказали, что, ну, так у тебя тунеядство, сейчас мы тебе дадим срок. Вот. И, собственно, Кирк Балычев до какого-то момента не знал, что ему нужно секретарь. Вот. Потому что нельзя было никуда устроиться, нерешеннолетним. И сейчас-то, я думаю, большие проблемы. Ну, а тогда же была-то жизнь такая, как на это самое, как на зоне общего режима, да. Это нельзя, это нельзя, с места сдвинуться нельзя. Вот. И был там полтора варианта, куда я мог устроиться в 15 лет. Ну, чтобы не пойти в тюрьму. Ну, вот, собственно, я устроился к Кирову Балычеву, литературным секретариумом. Вот. А в чем заключалась вообще работа? Ну, то есть, вот это же какое-то общение, разбор почты, как, я не знаю, как, что. Ну, да, ну, поскольку я сам сообщил Балычеву, ну, на самом деле, он Игорь Севолодович Можейко был. Ну, да, да. Игорь Севолодович сообщил, что ему нужен секретарь, но я сам себе работу придумывал тоже, да, там, что-то там сходить туда-сюда, перепечатать. Тогда же вы, если бы это сейчас сложно себе представить, все же непрерывно перепечатывалось через копирку. Я, кстати, тогда хорошо, довольно быстро научился печатать. И, кстати, Балычев писал свои романы и рассказы, он писал без черновиков. Вот он сразу садился и печатал вот все, что мы знаем про Алиса, про все. Вот, то есть, он сразу это делал без черновиков, без это сам, без рукописи. Ну, естественно, потом это надо было перепечатать, что, кстати, занимало значительное очень время, если вы понимаете. Ну, конечно, я, потому что сам помню эти пишущие машинки, я сам печатал там свою диссертацию, тоже двумя пальцами научился печатать. А за приключениями Алисы бегал в детстве, покупал «Пионерскую правду» за одну копейку, каждый свежий номер. Тогда про «Железного капитана» что-то я печатал, я помню. Но я не буду тоже особо преувеличивать, что я прям убивался там в фулл-тайм, да, был в фулл-тайм, да, но что-то такое делал, да. Ну, вот смотрите, у вас поступление во ВГИК, вот ощущение такое, что это было время, которое вот, ну, Серебряный век, то есть вот как Золотой век, когда там ходили просто там Тарковские с Шукшиным по коридорам, а здесь просто я список прочитал, Аркадий Высоцкий, Рената Литвинова, Фёдор Бондарчук, Тигран Киосаян, Александр Баширов, это только вот как бы такой срез сокурсников. Рашид Нуган, который «Иглу» сделал, Бахтиху Доназар, который «Лунного папу» сделал, его уже нет среди живых. Оператор совершенно сумасшедший, там все, кто вот потом снимал всё, затем российское кино самое знаменитое. Вот как это складывается, что, получается, вдруг какие-то вот годы какие-то вот вдруг сдвигаются, что в одно время пересекаются в одном месте огромное количество людей? Понимаете, в чём дело, но тогда же ведь приближалась буржуазная революция, тогда должна была развалиться вся эта конструкция, Советский Союз, да, и экономика советская. Приближалась буржуазная революция, стали появляться свободы определенные. Вместе со свободами появились возможности, да, и те люди, которые их использовали, в хорошем смысле этого слова, ну, то есть не стали там, не пошли там на, там, не подались в такую жёсткую коммерцию или всё-таки продолжили работать, потому что, ну, с бешеной скоростью работали лифты. Вот здесь, в Риге, я снимал кино, мне было 23 года, у меня стояли павильоны, ну, сначала 23, 24, потом стало 24, понятно, кино, штука долгая, у меня стояли павильоны на Рижской киностудии, потому что было новое время, я мог как-то там договориться, получить деньги на это кино, кто бы мне при советской власти в 23 года дал бы снимать полнометражный кино. Конечно. Понимаете, это было время гигантских возможностей, лифты не то, что работали, они просто летали вверх, вниз, вбок, вот, по диагонали, потому что, ну, свобода появилась, понимаете, без свободы ничего не происходит, всё только медленно загибается. Ну, а как вот вам, например, в 23 года вот было работать с Будрайдисом, с Виторганом, с Руслановой, Корочковской, которые, ну, как вот легенды, то есть, вот, насколько они относились к тому, что вот режиссёр с такой молодой... Ну, конечно, они с огромным уважением относились, потому что, во-первых, непонятно было, что от меня ожидать, вот, в том смысле, что, может, я вырасту в кого-то стоящее, во-вторых, они тоже понимали, что, это сейчас так легко говорить, но они же тоже понимали, что что-то в 23 года начать снимать большое полнометражное кино, ну, это что-то надо как-то смочь, несмотря на то, что большие возможности, ла-ла-ла, всё понятно, но они относились, я вот сейчас понимаю, тогда я всё это, вся коммуникация представлялась как-то естественными, но тогда они, конечно, понимали, что вообще не было никаких проблем с общением, вот, даже наоборот. Ну, вот, я когда начал пересматривать, вчера готовился к интервью, начал пересматривать фильмы ваши, и я обратил внимание, что ведь, наверное, это были картины, вот, которые разобраны на цитаты, что было всегда характерно для советского кино, вот в советском кино, мы знаем, что вот писались диалоги так, что сразу, первая строчка, там, ты знаешь, вторую, сейчас вообще в кинематографе, ну, вот, пишутся какие-то диалоги, но они не запоминаются, и вот, пожалуй, ДМБ, вот, оно, один из последних таких вот был фильмов, которые, ну, и Даунхаус, конечно, которые были вот так, что их хотелось просто цитировать и цитировать. Ну, на самом деле, было всё немножечко по-другому. Советское кино абсолютно благополучно нам почило в Бозе где-то в 92-м, 93-м, потому что появилось огромное количество американских и западных фильмов, которые 70 лет не показывали в СССР. И людям, естественно, нужно было их все посмотреть и приобщиться к мировой культуре, да, и просто получить удовольствие, потому что советское кино, какое бы оно ни было плохое или хорошее, оно, естественно, представляло, ну, вот, несколько градусов из 360 того, что было сделано в кинематографе к 90, ну, практически за 100 лет существования кино. И вот тогда было ощущение, очень похожее на правду, что советское кино закончилось. Оно действительно закончилось. Технологии закончились, по которым люди, которые снимали их, да, и в какой-то момент, наоборот, нужно было начинать новое кино, и как раз я делал кино с полным ощущением, что оно должно быть конкурентным с, ну, будет показываться одновременно с американским, вот, и что, ну, с голливудским, скажем так, вот, и что там должны быть какие-то вещи, которые зацепят, и я абсолютно осознанно делал там. Понятно, что у меня не было возможности тогда в постановочном плане догнать какие-то голливудские фильмы, но я вот за счет там диалогов, каких-то там особенностей игры, подачи, все, хотел, чтобы они были конкурентными с американскими, но даже не было никакой поддержки для российского кино. Но это были одни из первых фильмов, собственно, нового постсоветского кино, сейчас уже как-то российское говорить неудобно. Ну, да. Вот, ну, окей, я чисто географически там оказался, в общем, как говорится, из песни со словом не выкинешь. Вот, и это как раз были абсолютно фильмы нового кино, как я это воспринимал. Вот так оно и было на самом деле. Другое дело, что понятно, что у меня какие-то были навыки еще оттуда. А что касается цитируемости, да, это самые цитируемые фильмы всего русскоязычного сегмента кино. А как это было? То есть вот как, ну, вот сейчас ведь даже создаются специальные группы, которые пытаются вот вычислить на фокус-группах, как, сколько уйдет в народ там цитаты, вот пытаются там вот специально писать шутки, и все равно ничего не выходит. То есть вот, ну, вот выходит фильм, и посмотрели, забыли, а от него ничего не осталось. А вот это... Ну, вы же понимаете, фокус-группа – это просто способ расходования денег, и для инвесторов это делается, там, для, я не знаю, это чисто корпоративная история. В корпорации, где все равномерно бездарные и тупые, и, в принципе, взаимозаменяемые, нужно, должна быть некая корпоративная, корпоративный порядок, и они, естественно, уберены, что фокус-группа что-то может определить, иначе у них мир разрушится, да. Ну, бывают корпорации формальные, бывают неформальные, но везде, где идет распределение денег, естественно, это корпорация, да. Вот. А как у меня получилось, ну, я уже, в принципе, это сказать, я просто по-честному делал это все, опять же, без корпорации, естественно, сценарии, что один, что другой я написал за неделю. Ну, как, ну, может, нет, там, как я подольше писал, мне дни десять. Вот. Ну, просто по-честному, понимаешь, я себя не сдерживал никаким образом, как раз вот все. Свобода очень помогает, понимаете? Свобода очень помогает творчеству. А, собственно, ее отсутствие его убивает. Вот. Ну, вот, когда снимался, вот, один из первых фильмов, когда мы пришли к Минахему Голлану, и вот у меня просто ассоциация с Терминатором, мне нужны ваши мотоциклы и одежда, ну, просто вот, вы приходите к нему и просите денег, то есть это, что это было, вот такая юношеская наглость, то есть как, ну, по идее, вот, как взять вот действительно такого израильского, ну, который и в Америке снимал, там, действительно, продюсера, пробить его так, чтобы он вдруг парню вот из России тогда, ну, дать... Ну, я думаю, все было немножко и проще, и сложнее. Ну, потому что, во-первых, мы с ним действительно работали тогда, павильоны у него стояли... В Останкино. В Останкино, да. И он тоже, наверное, как-то там наблюдал за мной, не думаю, что непрерывно наблюдал, но так, ну, видел, что что-то происходит. И было видно, что в 1992 году наступил полный аут, тогда деньги просто обесценились полностью, понимаешь? И в этом не было ничего позорного, потому что, если у тебя в 1991 году, ну, вот случилась буржуазная революция, да, ввели свободные цены полностью, и они просто улетели. Соответственно, тот бюджет, который существовал у меня на киноленту «Урод», он просто перестал существовать. Вот. И, ну, и, соответственно, было абсолютно, по моему ощущение было абсолютно естественным движение, попросить у коллеги, ну, какой-то помощи понятной, да? Ну, поскольку он продюсер, там, понимаешь, если бы он там был художник-постановщик, я бы у него, может, краски попросил, но у меня художник свой. А поскольку он был продюсер, тем более он был, ну, настоящий продюсер независимого кино голливудского, не то, что сейчас, как бы, каждая эта табуретка там называется продюсером, понимаешь, ну, в кино, я не знаю, как в других областях, и, в общем-то, это стало просто малопочетным званием. Но он же Тру был, парень-то, с реальной фильмографией, да? Так что вообще я, как бы, не воспринимал это ничего, и более того, меня очень расстроило, что он мне денег такие не дал, вот, он мне предал попользоваться декорациям, которые стояли там, с его фильма «Кол Бешеный пёс», потому что в таком студии, независимом, но студийном голливудском кино там держат декорации до, ну, фактически до выхода фильма, мало ли чего понадобится. — Переснять, да, что-то. — Да, и, в принципе, это как раз запрещено, потому что, ну, в твоих оригинальных декорациях снимается кое-что другое кино, вот. Так что, в принципе-то, он мне дал декорации, что, в общем, было довольно мило, вот, с его стороны. — Хотя я так понял, что по вашему интервью, что тогда вы не оценили этого жеста, и только потом пришло понимание. — Ну, не, ну, значит, не оценили, не то, что я свинья такая, может быть, отчасти я и был. Понимаешь, ну, до того момента, как кино доснял, оно было всё время, ну, вот это своё фактически первое полуторное кино, потому что вот на том, что я делал в Риге, у меня был всё режиссёр. А я же не знаю, смогу я его закончить или нет, ну, как, ну, вот если на фильме денег нет вообще. — Ну, да. — Вот, это очень сложно было, знаете. — Вот если... — Потому что, ну, как, ну, а что мне декорации, если я кино не сделал? Ну, хорошо, войду я в эти декорации. У меня были декорации, плёнка, и всё. Ну, и лаборатория. Вот. А все зарплаты, которых и все гонорары, они просто превратились в ноль. — Но тем не удалось благодаря этому снять картину. — Да. — Да. Ну, а что-то потом в Берлине, по-моему, было, если я ничего не путаю, потому что я туда не ездил, на кинотауре была, я туда ездил. Вот. И это всё, конечно, зашибись сейчас вспоминать, но я одну час, это, конечно, всё перечёркнуто, потому что я имею в виду не только моя творческая биография перечёркнута, вся история перечёркнута последними событиями. — Да, понятно, что это… — Вот. И это всё, ну вот сидим нога на ногу, рассуждаем, а идёт война, да, там, ну-ка, там, люди гибнут совершенно, ни в чём не виноваты. И точно так же гибнет история, моя личная, там, история всего, там, российского кино, она становится как бы такой не очень, не очень интересной, скажем так, политкорректной. — Я понимаю, что многие фильмы просто им отказаны в фестивалях, и вот история этой картины, которая сейчас уже, я понимаю, завершена, «Марш утренней зари», что с ней сейчас происходит? — Нет, дело не в том, что отказаны в фестивалях, это ерунда, то, что отказаны в фестивалях. Дело в том, что, вот, например, я сейчас закончил картину, да, вот, я ещё заканчивал пару месяцев, как раз, ну, я не мог её бросить, как раз, когда это всё началось, и я даже не буду утром это всё рассказывать и расстраивать людей, а вот, как это всё воспринималось, даже хотя бы про восприятие, потому что это тоже очень тяжело. Ну, окей, я вот её закончил. Я её гипотетически, даже практически мог показать там, да, в России. Ну, это же не просто показало, типа, это, значит, нужно ездить на премьеры, устраивать банкеты, танцы с бубнами, выступать по телевидению, понимаете? Это вот на фоне того, значит, одища, нужно, значит, изображать, значит, это самое счастливое выражение лица при этом иметь, да? Заставлять всех кругом делать такое счастливое лицо. — Спасибо родной партии, там, за ростом. — Ну, это даже не обязательно говорить, ты автоматически делаешь это спасибо, если ты между одними и другими новостями с собой, собственно говоря, как бы легитимизируешь это всё, да? То есть ты показываешь, вот, мы веселимся очень, а какое мы кино замечательное, какие мы все замечательные ребята, и сейчас его показывать будем, и всё у вас зашибись, только маленькие небольшие трудности. Вот, что, естественно, не так, просто происходит гибель цивилизации, да, той, которой мы, то есть я имею в виду не физическая, я надеюсь, гибель, а именно, ну, как бы разрушение цивилизации. То есть это противоестественно. Ну, хорошо, но премьера у меня с неё идут гипотетические, с неё идут репортажи, то есть вот война, смерть, несправедливость, и ходят девчонки в мини, разносят там это самое, разносят свою красоту и всякие напитки. А на нас на воду, да. Ну, как бы это всё, понимаете? Это находясь в стороне агрессора, понимаете? Ну, это же труба. Поэтому, во-первых, это сильно себя не уважать, и сильно вообще как бы кривить душой, во-вторых, дальше уже можно ничего не делать, вот, как по моему ощущению. Конечно, есть люди, которые там что-то делают, но это их выбор. Вот, и я как закончил кино, так и, собственно говоря, и уехал. Ну, то есть Латвия не чужая страна? Для наших слушателей напомнил, что фильм «Не спрашивай меня ни о чём» снимался вот в 91-м году. Да, когда мне было 23 года, да, снимался здесь, и вот как-то так, да, меня дорожки всё приводят и приводят в Латвию, да. Что вот с «Маржем утренней зари»? Будет ли премьера, я понимаю, здесь, в Латвии, или каким образом дальше должна сложиться судьба фильма? Да, обязательно в Риге будет, ну, премьеры, ну, да, то есть это можно назвать премьерами, ну, то есть я сделаю такой полузакрытый показ для, там, ну, для своих, там, для друзей, для людей близких, и, естественно, часть, часть зала просто будет возможность прийти людям, которые, ну, которые захотят его посмотреть. Вот, потому что, ну, потому что на свободе кино показывать лучше, чем на свободе, понимаете, и показывать на проекторе, на проекторе в сибирской зоне, условно говоря, это не самая лучшая для кино ситуация. Опять же, гулять такие полноценные премьеры, вот сейчас не очень время, да, но показ сделать, это как бы такой, отчасти премьерный, и первый показ будет в Риге. Первый показ будет в Риге в начале августа, пока условно восьмое восьмого, 08-08. Будем с нетерпением ждать и держать, как говорится, руку на пульсе, чтобы рассказать, ну, всех позвать на премьеру. Я надеюсь, что у меня получится, вы сами понимаете, тоже организационные определенные трудности, потому что я здесь фактически один, это не то, что за мной какая-то администрация существует или что-то еще, ну, попробуем это сделать, перевод сделать, вот это все. Я надеюсь, еще показать его в нескольких городах, но первый будет Риге, ну, я имею в виду в нескольких городах европейских, ну, а потом он, наверное, уйдет в интернет, как и положено. Что ж такое-то, насколько, кстати, вот действительно интернет, он, ну, я понимаю, что есть же возможности показывать легально, там, на стриминговых платформах, там, и так далее, и так далее. Вот насколько это вот вырывается в мир кино, когда фильмы, предназначенные, ну, для большого экрана, они становятся частью уже вот такого вот телевизионного домашнего просмотра. Ну, когда я сказал, уйдет в интернет, я именно имел в виду стриминговую платформу. Я уже испугался, что уже вмахнули рукой, но все равно. Если он уходит на стриминговую платформу, естественно, появляется пиратка. Это, нет, вот понимаете, в чем дело? Вот у меня в этом поводу никогда не было никаких иллюзий. Я понимаю, что кино надо было делать так, чтобы его можно было смотреть в кино, по телевизору, по телефону, там, по утюгу, по пылесосу. А вот кино-то везде должно быть. Кино, вне зависимости от носителей. Потому что какой бы ни была у вас замечательная судьба киноленты в кинотеатрах, это в любом случае будет 1% от зрителей. Остальные 99% посмотрят на других носителей. И, конечно, интернет сделал, вот эти стриминговые платформы сделали огромную абсолютно историю, потому что, ну, потому что все очень хорошо изменилось в лучшую сторону. Как по мне-то, опять же, я так думаю. Потому что больше возможностей стало. То есть, как, ну, как, что это увеличивает? Больше возможностей показать. То есть, если ты сделал фильм, то, ну, или песню, тут уже подожна по какому-то дружественному профсоюзу, это даже понятнее, да, ну, как раньше эти были рекорд-компании, они были такие, тоже вот, корпорации, где сидели какие-то товарищи и что-то там, значит, пытались рулить, да. И, естественно, все эти рекорд-компании сейчас абсолютно сдулись, и каждый стоит то, что он стоит. Ну, в известной мере, да. Проще вообще, кстати, и расширились возможности. Но с кино плюс-минус то же самое. Потому что я помню, что когда в Ригу приезжал Гринвей, вот я бежал за ним, пытаясь там взять интервью, пока он шел на премьеру, и он мне показал, он говорит, скоро мы будем смотреть кино только здесь. Ну, то есть, вот я записывал на свой телефон, и в принципе, ведь, ну, я понимаю, что он уже принадлежит тоже к тому поколению режиссеров, которые смирились с тем, что люди будут смотреть на маленьком экране кино, и, очевидно, ну, и строят картинку таким образом, чтобы можно было смотреть. Я не смирялся, я не испытал от меня никакого противоречия. Может быть, это вообще трудности моего. Ну, вот, понимаете, мы все очень благополучно забыли. Когда загнулся Советский Союз, и загнулась социалистическая система хозяйствования, ну, уже то, что осталось в некотором моменте, кинотеатры полностью закрылись. Потому что вот эти кинотеатры, куда по дефициту приходили по тысяче человек, там, они просто перестали существовать. Лет десять кинотеатров просто не существовало. Ну, как таковых. Вот там в больших городах было по два, по три зала на большой город, там многомиллионный, где можно было посмотреть кино. И вот лично мой «Дембель», он же вышел в основном, и, собственно, он ДМБ, я имею в виду, и, собственно, известный, он стал на кассетах. Потому что, да, вышло двести тысяч легальных кассет. Нет, это когда у остальных фильмов там выходили там по пять тысяч, по десять, двести тысяч легальных кассет, и около трех миллионов нелегальных. А тогда интернета не было еще в таком понимании, как мы сейчас его представляем. И, собственно говоря, отлично он прошел на кассетах. Как говорится, вот грех жаловаться. ДВД еще не было такого. Должен сказать, что я тоже смотрел на кассетах, конечно, его тогда. Ну да, а другого не было возможности. В кинотеатрах он не мог пройти, они просто отсутствовали. — Кстати, вот в ДМБ ведь дебютировал Алексей Панин и Станислав Дужников. Каким образом удавалось находить актеров, которые тоже выстрелили? Это же тоже говорит о том, что режиссеры находят, как-то попадают в точку. — Следует признать, если быть достаточно не самокритичным, а критичным по отношению к актеру, что дебютировало там народу много, и знаем мы не всех. Вот кто играл пулю, да, главную роль, может, кто-то не видел ДМБ. У него же была абсолютная узнаваемость в стране. Он актером, ну, вероятно, определенные сдержки, везде хорошо принимали, вроде как он уже сам себя... Собственно, ваш покорный слуга там сыграл к актеру Делибермана, я же тоже не... Пошел, можно сказать, по актерской стезе, да, о чем вообще не жалею и никогда не собирался, но это отдельный разговор. Вот. В общем, ну, те, кто стали, вот вы назвали два именно, Леша Панин, Стас Дурников, мы их сейчас знаем, а еще там... Ну, понимаете, когда... Это действительно была абсолютно узнаваемость. Ну, их везде узнавали, везде их принимали хорошо, наливали. И, в общем, уже ни к чему стремиться не надо было. Вот сделали же этот сериал очень плохой по этому фильму. С одной стороны, как почетно, как по твоему фильму сразу делают сиквел. Но менее почетно, что считают, что это твой... Что это ты сделал. Вот. Потому что сериал, конечно, говно. Вот. И у них стала абсолютно узнаваемость. Всесоюзная, вот я не побоюсь это, включая людей, уехавших за пределы бывшего СССР. И, ну, многим как бы стало некуда стремиться. Вот Стас, да, что-то сделал. Леша еще, да, еще где-то сыграл. Ну, да. Вот. Вот эти события, даже можно сказать, еще с Крыма, ведь они очень сильно разделили людей. И вот Иван Хлобыстин, Федор Бондарчук, ваши друзья, с которыми делали первые фильмы, как вот сейчас складываются отношения? То есть не разделило ли это так, что полностью пропадает... Ну, то есть общение людей, дружба. Я не знаю, насколько меня... Насколько в это во все вовлечен Бондарчук. Вот. То есть, наверное, он все переживает, но, насколько мне известно, он не является активистом. Вот. И, может быть, даже... Ну, мне, правда, неизвестно. Потом, понимаете, ну, тут тоже надо понимать дружбу в этой ситуации, а, ну, у нас такая дружба не то, что мы все время ходим, взявшись за руки, прямо с института, да, и согласовываем друг с другом свою позицию и действия, да. По факту нам удавалось встретиться только по работе. И вот конкретно с Федором и с Иваном, так я и не встречался по работе с, не соврать, 2009 года. Так несколько раз пересекались, но просто привет-привет. Так что, в общем-то, такое вот институтское общение. Дружба-то, ну, это своеобразно. Дружба, хотя, естественно, знаем друг друга хорошо и давно. Знаем недостатки и это сам. Что касается того, что Иван жгет там напалмом и несет лютую чернушную ересь, да, но у него были всегда такие склонности к примыканиям, ко всяким оригинальным течениям, то он зиговал, то вдруг там становился антисемитом, то гомофобом. Просто сейчас такая ситуация, что у него и она вытащила все эти его, прекрасные в больших кавычках, черты наружу. Откуда эти черты взялись? Ну, наверное, от ощущения там, от ощущения, что он не состоялся. Но обычно же кто виноват? Это же, ну, понятно, национальные меньшинства, гомосексуалисты. Вот сейчас враги, короче говоря, что ты не состоялся. Ну, что делать? Надо было состояться. Вот. Это я про Ивана. Опять же, про Федора мне неизвестно, я думаю, что он очень сильно переживает. Я думаю, что у него очень тяжелое положение, хотя тоже говорить о тяжелом положении на том фоне, когда гибнут дети, люди, дети, женщины, когда бегут миллионы людей, когда все накрывается медным тазом, тоже говорит, что вот Федор сильно переживает. Ну, наверное, переживает это, полагаю. Вот. Хотя это несопоставимо, как вы сами понимаете. Но вот эта ситуация сейчас, которая сложилась в прокате, когда нет голливудского кино, когда там показывают, не знаю, индийские фильмы каких-то восточных стран, вот она способствует ли отсутствию конкуренции? То есть вдруг пропал сильный конкурент. То есть говорят, что вот анимация российская как раз-таки наоборот чувствует себя более уверенно, когда нету мультиков Пиксара. Да нет, понятно, что это все вранье и самоутешение, потому что, конечно, основой, если говорить конкретно о кинопрокате, конечно, основой кинопроката были американские фильмы, и не только по факту своего наличия, но еще по технологиям, по тем, как делалась реклама и все. Понятно, что 20 лет осваивались гигантские бюджеты в России, и понятно, что кино не делалось, показывать нечего. Это было чисто корпоративное переваривание денег. И показывать по факту нечего, но даже если бы волшебным образом было что-то показать, кроме «Брата-2», и вот тоже про «Дембель» был разговор, но так получилось, что я не приветствовал по его показу в это время, а про «Дембель» это фильм о 20-летнем, 25-летней давности, да? Понятно, что даже если бы волшебным образом было что-то показывать, но нет, ну все, перестал существовать индустрия, потому что индустрия, индустрия, она мировая. Вот, она мировая, и тут нельзя построить кино в одной отдельно взятой Северной Корее. Но это будет нечто, на что будет называться кино, но это будет просто фигня. Вот, и естественно, никакие кинотеатры на этом держаться не будут. Ну что, собственно, они сейчас изгибаются. А сейчас, при нынешней терминальной стадии, ну так, я думаю, людей просто нет. Да, в общем, короче, даже говорит смешно. Понятно, что это не отсутствие конкуренции, это просто отсутствие воздуха. И, конечно, все кинотеатры будут закрыты. Но это не только кинотеатры будут закрыты. Ну, понятно. Кинотеатры можно точно так же, как сказать, спроверцировать кинотеатры на все остальные. То есть одна из просто сфер, это мы говорим. На все остальные сферы жизни и жизнедеятельности. Просто дело времени. Ну вот мы видим отток людей из, ну особенно творческих, поскольку, наверное, это более заметно. Там имена Чулпан Хаматова, который сейчас играет в личном новом театре у Херманиса. И Виталий Манский, который делает здесь фестиваль Ардокфест за невозможностью в России. Вот я просто как историк по образованию, я просто с интересом, ну с интересом, понятно, наблюдаю, как бы чуть-чуть, может быть, состранено, вот цикличность повторения истории, вот русская эмиграция, которая после революции была. И вот чем-то напоминает это вот, эту ситуацию, вам кажется, что это вот отъезд это навсегда, то есть это вот прыжок в другую жизнь, в другую реальность, что уже назад не будет. Или многие русские, просто к тому, что русские эмигранты сидели на чемоданах буквально, ожидая, когда они смогут вернуться. Ну понятно, что вот эти все противоестественные скачки такие бесчеловечные, да, типа первая революция 17-го года или то, что сейчас, понятно, что они имеют некий финал, да. И понятно, что русские эмигранты 17-го года сидели на чемоданах и, в принципе, через 70 лет все закончилось, для истории 70 лет, в общем, не так много. Вот. И понятно, что, ну, слава богу, при нынешнем развитии вот коммуникации, интернета, опять же, кому сказать, сейчас нет необходимости так же сидеть на чемоданах. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот мрак скорее закончился, но что-то есть разные по этому поводу ощущения. Сейчас он только нарастает. И это не то, что как-то можно сравнивать с той эмиграцией. Я вообще ту эмиграцию помню плохо, хотя уже не сильно юн. Ну, сейчас просто, как бы, это конкретное завершение культуры. Ну, сами подумайте, ну, какая эстрада без Пугачева? Ну, это все равно, что щи и без капусты, и без воды. Вот. Или там рок-н-ролл русскоязычный без Гребенщикова, Макаревича и Шевчука. Шевчука, да. Кстати, дело не в том, что нет кого-то новых, но дело в том, что они были неким связующим таким цементом, как тоже там голливудское кино для кинопроката. Но их сейчас просто нет. Зимфир, это, возможно, туда же. Зимфир. Да нет, ну, поэтому называется слово на букву «Ф» все. Я не знаю, как встает дело с кино, потому что мои условно коллеги, и на самом деле коллеги, они ребята молчаливые. Но те товарищи, которые просто бюджет осваивают, они же, в общем-то, и до войны ни хрена сделать не могли. Вот. А сейчас-то и подавно ничего сделать не смогут. Поэтому я думаю, что это просто обозначает определенный конец истории. Вот. То есть, вероятно, да, начнется какая-то... У кого-то начнется личная история в других странах. Вот вы назвали только по Латвии здесь Чулпан, Манский. Ну, вот ваш покорный слуга, наверное, кто-то еще есть. И мы пропустили. Потому что мы кого-то не уважаем, потому что просто не знаем. Вот. Это, прямо скажем, не самая большая европейская страна с населением 1 миллион человек. А есть еще мир с населением, там, 12 миллиардов человек. И понятно, люди едут в разные места. Из одного места, как говорится, в много других мест. Понятно, что это просто конец истории для этой территории, которая называлась Россия. И, понимаете, ну, что такое вот... Ведь Россия, ведь какая-то страна, это люди. Это не стенки домов, это не речки. Речки и стенки есть везде, по идее. И башенки, там какая-то архитектура, что в архитектуре тоже нет ничего плохого. Но это люди, в первую очередь. И фактически, ну... И фактически, этих людей сейчас там... Этих людей там сейчас нет. Мы говорим о каких-то пенсионерах, да? Людей близко к пенсионному возрасту. Ну, понятно, что нет IT сейчас, нет ученых, нет преподавателей. Так что это просто конец истории. И не факт, что все обратно поедут. Даже если вдруг случится чудо, миракл, и вот прямо все станут белые и пушистые, хотя тоже непонятно, как это технологически возможно. Ну, Россия, в принципе, да, вот если вспомнить, господи. Даже до Октябрьской революции был огромный отъезд после еврейских погромов пятого года. И, ну, вот читаешь, американский какой-нибудь там музыкант или там изобретатель, на самом деле, вот или он сам приехал, или его предки просто родом из России. То есть Россия щедрая душа как-то распространяет своих самых талантливых сынов и дочерей. Ну, это уже финал, по-любому. Вот, это уже финал. Финал, да, начался еще в 17-м году 20-го века, потом за счет ресурсов и за счет того, что сама социалистическая идея была очень привлекательна. Другое дело, что ей просто очень активно спекулировали. Вот, многие десятилетия. А за счет этого что-то продержалось, но сейчас это уже финал. Ну, вот, чтобы не заканчивать на совсем уже печеной ноте, все-таки напомним, что «Марш утренней зари», фильм ждем в августе, а у нас в студии был режиссер и сценарист очень популярных фильмов ДМБ, Даунхаус, Неваляшка, Геннебетон, многих других. Роман Качанов, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам. Вам спасибо, что позвали. Вот, да, почему-то. До встречи на премьере, всего доброго. Всего доброго.